Здарова, атерофармисты! Ракслер снова с вами! Мы продолжаем озеленять безжизненную планету в игре PlanetCrafted. В прошлой серии мы немножечко усовершенствовали нашу базу. Всяких прикольчиков тут наделали. Теперь нам нужно поставить ещё что у нас тут есть. Вот, я хочу вот такую перерабатывающую мощину. Мне нужно три суперсплава. И... и что там ещё? И две вот эти же каких-то схемы, вот таких разрушающих. Так, кремний и магний. Мне нужно два кремния и нужно два магния. Кремний раз, кремний два. И два магний раз, два. Готово. Делаем чипы. Чип раз, чип два. Теперь мне нужно суперсплава. А суперсплав из чего делается? Кобальт, железо, магний, кремний, титана, алюминий. Всего по одному, короче, да, нужно. Так, ну давайте вот так вот прям вот по максимуму я, короче, возьму. У меня тут титана как раз, что-то нихрена нету. Так, а кремний? Чё кремний почему-то делал в том ящике, да? Так, кобальт. Что там мне ещё нужно? Железо и титан. А у меня чё, типа, реально нету, да, их нигде? Здесь, здесь. Нигде нету. И здесь даже нету. И даже здесь нету. Ну ладно, сейчас соберём, не проблема. Вот я вижу титан. Потом получается, что там было ещё... Ещё титан, по-моему, нужен. Это чтобы несколько сделать. Блин, давай воду выпьем. А ещё железо. Блин, лишнее. А чё я лишнее у нас собирал? Ну, наверное, мне кажется, кремний дофига лишний. Давайте железо. Надо железо, короче, сюда лучше положить. Тут чё-то вот как-то много всего. Мне кажется, что здесь много... Вот, да, железяка одна. И железяка два. Всё, летим. Делаем циперсплав. Покатился, покатился. Интересно, дождик, когда следующий пойдёт. Сейчас мы тут травинку сделаем, чтобы трава росла. Раз суперсплав. Два суперсплав. И мне не хватает железа, кремний, титан и кобальт. Железо, кремний. Я красно всё выкинул. Железо, кремний, титан и кобальт. Кобальт есть. Теперь мне нужен железо, кремний и титан. Титан. Кремний у нас тут куда-то убежал. Вот он, кремний. Железо, кремний, титан и кобальт. Так, железо, кремний. Нет. Ага, мне нужен железо. Всё, окей. Вот. Железо, кремний, титан, кобальт. И алюминий. Алюминий у меня есть. Всё, шикарно. Так, на всякий случай ещё один соберу. Летим делать, летим делать. Блин, прикольно. Типа такая двухуровневая база красивая получается. И делаем ещё один. Хорошо, теперь мы можем сделать вот такую перерабатывающую. Такая маленькая, серьёзно? И куда её поставить? Ну, блин, я даже не знаю. Ну, давайте, давайте вот здесь так поставим. Не знаю, что она даёт. Ну, пусть тут стоит. Вот так вот. О! Нормально. Ещё здесь можно перерабатывать. Эээ... А, вот. Утилизировать содержимое. Ну, давайте кобальт положим. Эээ... А, я понял, я понял. Это, короче, знаете, чё, наверное, убирать? Наверное, вот такие штуки. Да, давайте сейчас попробуем разобрать то, что у меня лишнее. Что-то же лишнее у меня ещё было. Давайте, давайте посмотрим. Мне прям интересно, что получится. Давайте сапоги берём. О! Да-да-да, кстати, прикольно. Ткань он берёт. Короче, если типа лишнего наделал, то можно... Всё это можно разобрать. Вот, суперсплав даже появился. И чип какой-то, микрочип. Что микрочип? Скорость добычи Т1. А, всё, я понял. Он, получается, разбирает на составные по частям компоненты. Всё. Блин, прикольная штука, кстати. Интересно, интересно. Хорошо. Хорошо. Мы ткань, значит, ложим сюда. Что мы теперь можем сделать? Я хочу вот это. Разбрасыватель травы. Мне нужны семена лирмы. Семена лирмы готовы. Разбрасыватель травы. Знаете, куда я поставлю? Я его, наверное, поставлю вот сюда. Пусть здесь мне траву делают. Вот так вот. Ага. Ну, допустим. Ну, допустим, вот так. Пошла жара. Что-то разбрасывает. Кислород даёт 108. Энергия 13. Биомасса 0.15. Стадия роста 1%. И что? Что-то не появляется? Пока ничего не появляется. Ну, надеюсь, за сутки игровые что-нибудь появится. Надеюсь, что так. Надеюсь, что так. Блин. Отсюда-то, смотрите, вообще классно выглядит, да? Симпотно. Симпотно вообще. Ага. Вот эти мне надо пандасы тут наделать. Для этого надо железа много. А где мне взять много железа? Блин, один титан повсюду валяется. Где-то был чемодан, мне казалось. Недалеко. Или я его уже разобрал. Что за фигня? Смотрите, вообще. Один титан валяется просто. Опа. Офигеть. Железо очень редко здесь. Ну, так всегда. Когда вот не надо, блин, то оно, извините. О, ещё один чемодан. Это я... Такое я не видел. Такое я точно не видел. Вот железо. Кобальт соберём. Еду соберём. Ну, алюминий. Покатит. Мне что нужно? Еду. Ну, можно еду собрать. И вот как раз одну железку вот так вот. Раз. Всё. Супер. Надо будет, короче, облутать и туда сходить на этот корабль. Мне кажется, что там ещё много всего прикольного. Что я не дособрал. То, что я пропустил. Либо специально оставил. Коллектор атмосферной воды. Прикольно. Прикольно. Надо сделать. Надо сделать. А почему? Блин, он, прикиньте, не даёт, короче, поставить. Потому что... Типа, из-за этой штуки. Блин, так тупо вообще. Так тупо. Здесь же он может сделать. Типа, она нависает, да? А я могу вот это разобрать просто. Здесь нужно сколько? Раз. Два. Блин, ну у меня просто железа даже не хватит. Тут раз, два, три у меня всего. Но я хочу, чтобы было красиво. Я хочу, чтобы было красиво. Надо лишнее, короче, отложить. Насобирать железо. И потом уже сюда это всё вставлять. Давайте сюда даже специально железо буду откладывать. Для пандусов, для этих. Так, металлы, металлы у нас. Алюминий, магний. Алюминий, алюминий сюда. Минералы, кобальт, кремний. Наверное, пусть суперсплав будет в этих минералах. Иридии в радиоактивных элементах. И титан здесь. Еда у меня, ну, пусть будет здесь. В принципе, она здесь так и лежит. Знаете что? Надо бурами заняться. Бурами надо заняться. Коллектор атмосферной автоматически собирает воду из влажного окружающего воздуха. Мне надо бы сделать энергию. Потому что... Что-то у меня, мне кажется, мало энергии. Где у меня датчик этой энергии? 9 всего лишь, да, доступно. Так, у меня уже суперсплавы. Суперсплав у меня только один. Я думаю, что проще всего просто вот туда слетать опять. Ааа, трава, смотрите, трава. Шикарно, офигеть, круто. Наконец-то наша планета потихонечку становится зелененькой. Замечательно вообще. Конечно, энергии жрет просто пипец. Ну, зато вы посмотрите. Наша первая биологическая жизнь на безжизненной планете. Это же просто великолепно. Это огромное достижение. Я собой горжусь. Супер. Давайте вот сюда слетаем. Возможно, там есть что-то незалутанное, интересное. Нужно посмотреть. Нужно посмотреть. Включаем. Может быть, там какие-то, по-моему, обогреватели были, которые разобрать. Можно из них там... Можно что-то достать. Ага, этот ничего нет. Я его разбираю. Мне как раз железо надо. Здесь смотрим. Ничего нету. Разбираем. Будет лишнее железо. Так, тут у нас что-то какие-то отходы всякие валяются, ненужные. Ага. Разбираем. Здесь смотрим. Ничего нету. Блин. Разбираем. Хорошо. Так, вот железо, кстати, лишнее валяется. Собирай давай. Блин, тут всякие стулья, все мешает. Вот тут куча железа вообще. Это я все, по-моему, повыкидывал, чтобы что-то, по-моему, какие-то растения собрать вроде бы. Уже не помню. Дождик пошел. Шикарно. Вот еще железо. Так, что мне нужно? Вот, кстати, титана дохрена от железа в последнее время как-то маловато. Поэтому давайте я даже магний выкину, потому что даже магний и то больше. А вот железа мало. Я сейчас, наверное, просто из этого железа этих пандусов как раз наделаю. Да блин, давай, вылезай. Писи что-то застревает, так непонятно. Дождик, ура! Второй дождик на нашей планете. Замечательно. Кислород кончается. Трава растет. Просто все великолепно. Она вон прям поплотнее стала. 100% стадия роста. Заебись. Надо, знаете, что траву, короче, вокруг моей базы вот так вот рассадить. Окей. Короче, надо выложить сейчас лишнее. Разобрать био эту лабораторию. Наделать этих пандусов. Так, железо берем. Эта ткань сюда. Эта сюда. Эта пока временно сюда. Метал временно сюда. Минерал временно сюда. Ага, подождите, я, получается, вот. Вот. Два у меня есть. А мне... Что это я хотел собрать? А, еще один этот. Да, мне нужен еще один суперсплав. Из чего он там делается? У меня, по-моему, все есть. Кобальт, магний, кремний, титан и алюминий. Алюминий, магний, титан. Мне нужен только кобальт и кремний. Ага, готово. Все, я могу сделать. Куда я отложил? Сюда отложил. Вода нужна. Лед у меня, по-моему, был здесь. Отлично. Ставим рядом еще один реактор. Вот так вот, рядышком прям. Оп. Все, шикарно. У меня теперь энергии вообще должно хватить на все мои ближайшие нужды. Теперь, в общем, я разбираю капсулу с... С растениями. И сделаю ее... Попозже. Мне для этого нужно просто... Вот что. Сюда ставим. Да, блин, присоединяйся, еб твою мать. Сюда ставим. По-моему, у нас за вот эти тоже вылезла. Границы. Сюда ставим. Ставим сюда. И еще, по-моему... Блять, нет. Еще один ряд надо сделать. Вот так вот. Надеюсь, мне хватит. Железо. Вот так вот. И вот так вот. Ага. И теперь делаем био-отсек. Био-отсек. Давай, еб твою мать. Ставь био-отсек. Потому что я мешаю, да, теперь? А что? О, о. Ага, ага. Так. О. Отлично. Вот это даже лишнее. Ага. Все, отлично. Здесь стоит. Так. Но здесь нависает. Я не знаю, можно здесь сделать? Нет. Здесь... Ну, ладно. Короче, в принципе, потом можно, если что, просто так вот продлить. Здесь будет такая, типа, пустая секция, если что. То есть, вот это у нас лишнее оказалось. Это лишнее. И это лишнее. Ага. Все, отлично. Ладно. Теперь делаем, делаем... Это я сделал. Я хочу, вот, бурами заняться. Два титана и два алюминия. Надо, конечно, буров наделать. Потому что у меня терриндекс-то вроде бежит, но у меня не бежит температура. То есть, вот у меня кислород увеличивается, тепло по чуть-чуть совсем увеличивается, давление вообще не увеличивается. Ну, прям очень медленно. Биомасса 78 грамм у меня всего лишь. Терриндекс вот сейчас будет тысяча. И что откроется на тысячи? Что-то должно открыться. Мега. Один мега индекс. Шикарно. Жидкая вода. У нас скоро должна водичка появиться. Замечательно. Я делал бурт. Титан и алюминий. Металл. Беру весь алюминий. Титан. Ага. Все, алюминий я взял. Железо есть. Теперь мне нужен такой титан. Но титан же где-то здесь был. Я же куда-то его положил. Нет? Он тут повсюду валяется на самом деле. Собираем. Сейчас мы его насобираем как раз в округе, чтобы он не мешался. Железо. Вот, блядь, железо здесь каким-то хером валяется. И вот железо валяется. Серьезно? Это что вообще за дела? Это как называется? Давайте наши буры будут бурить. Вот здесь такая площадочка. Пусть вот так стоит бур. Титан нужен еще один. Собираем. Бур Т3 ставим. Вот так вот. Да, блядь, почему ты так ставишь? Ёб твою мать. Ты можешь мне его лицом поставить? Почему нет-то? Ну вот так вот тогда. Странно, короче. Я не понимаю прикола. Почему он не дает его так поставить? Так, мне два титана надо. Один. И второй. Отлично. Ощущение, что эта планета... А, я потому что у меня угол обзора широкий, поэтому я когда вот так вот делаю, она кажется огромной. А когда ты на нее по-моему напрямую смотришь, она выглядит нормально. Этот тогда ставим. Вот. Да, блядь, как ты бесишь. Вот так вот. Мне нужно еще два титана. Где-то они тут повсюду были. Кремний. Кремний, кремний. Нет, кремний не надо. Титан где-то здесь валялся. О. Нашел один. И второй должен быть. Ну вот так всегда, да? Смотрите, когда я ищу нужный материал, он просто херпами где валяется вообще. Где-то далеко оказывается почему-то. Нормально? Мне кажется, это и ненормально. И делаем четвертый бур. Интересно, что по энергии? Сколько они потребляют энергии? Минус сколько? Минус восемь. Всего лишь восемь? А, да, я же помню, что я выяснил, что можно... Короче, десять... Десять буров можно построить на одном ядерном реакторе. Мне нужен алюминий и два титана. Но алюминий у меня, кажется, кончился абсолютно. Мне нужно его идти добывать, потому что у меня его нет вообще теперь. Смотрим на индексы. Вот, давление полетело. Мю-Паскали у меня теперь семьдесят три. Тепло двести двадцать семь. Давайте посмотрим на дерево технологий. Что нам доступно? Интерфейс. Шестьдесят один нормально. Сообщений новых не приходило. Что у нас есть? Здесь какая-то кровать, пусковая установка, коллектор воды, рюкзак Т-5. О, кстати, знаете, мне... А, мне нужен Т-4, а там этот недоступен, да? Горючее вещество. Ну, это нужно по кораблям полазать, посмотреть. Пульсирующий кварц какой-то, сборщик озерной воды. Что? Низкий уровень воды. Ну, давай попьем. А где лед? Вот лед. Делаем воду. Пьем воду. Все. У меня обогреватель тоже два штуки. Они дают плюс 28,5. Нормально. Это по сравнению со вторым. 4,5. Нихрена себе. Нормально. Восемь раз почти. Хорошо. Ну, да. Кстати, здесь технологии побольше. Всяких ракет для распространения семян. ДНК-манипулятор. Фильтр воды. Разбрасыватель семян. Ну, да. Нормально. Нормально добавили они здесь этих всяких штук. Клумба. Поместите сюда семена, чтобы вырастить внутри цветок. Ну, давайте. Мне, кстати, интересно. Я хочу поставить магний... А, удобрения надо. Где их брать? Где брать удобрения? Удобрения брать день? Непонятно. Т4. Мне нужно, короче, суперсплава. Три штуки. И титан. А у меня рюкзак какой? Т3. Ладно. Выдвигаемся за суперсплавом. И за алюминием заодно. Что у меня по инвентарю? Два железа. Давайте его выложим на всякий случай. Лишнее, чтобы не собирать. Сюда выложу. Пусть тут валяется. Все, отправляемся. Травинка потихоньку растет. Новое сообщение. Нифига себе, я не успеваю, блин, от базы отдойти. Какие-то сообщения. Что они мне хотят сказать? Что-то мне по-любому пошлют меня куда-то. Ну, в смысле, найти что-то. Райли. Привет. Наконец-то мне удалось найти систему, в которую они вас отправили. У меня мало времени, но я постараюсь дать вам несколько советов. Уровень успеха Planet Crafters настолько низок, потому что это почти невыполнимая задача. Вы должны найти космическую еду в своей капсуле и, возможно, в космических обломках. Вы сможете выращивать еду самостоятельно, если будете соответствовать правильным требованиям. Так что попробуйте найти несколько семян овощей. Исследование и улучшение необходимые. Исследуй и улучшай свое снаряжение, чтобы увеличить шансы на свое выживание. Надеюсь, это сообщение до вас дойдет. Серьезно? Я, в общем, уже... О, опять-то черное небо. Уже столько всего сделал, они мне только присылают сообщение, типа что найди еду и ешь ее. Серьезно, блядь, ебланы что ли? Мне, короче, знаете что, надо лед собрать, чтобы воды сделать. У меня что-то воды маловато. Вообще, точнее, нет воды. Блин, ну прикольные бури здесь какие-то, да, как я уже говорил. Интересно выглядят. Давненько не было метеоритных дождей, кстати. Так, надо еще... Кобальт соберу пару штук. Ага, готово. И летим. Надо сделать немножко кислорода, немножко сделать воды. Ага, ага. Ага. Ага, все, сейчас перекусим. Перекусили, все, теперь можно отправляться. Смело летим. Так, а эту штуку я, по-моему, полностью... Да, я там обошел, ничего интересного не нашел. Летим, короче, в каньоны добывать... Алюминий. А знаете что, давайте, знаете что, попробуем. У меня алюминий много, разнообразим эту серию. Ой, алюминий, говорю, кислорода много. Давайте отправимся куда-нибудь в новое место. Посмотрим, еще карту поизучаем. Давненько же мы не ходили, да, ничего не смотрели. А то мы только все занимаемся крафтами всякими. Это, конечно, тоже очень интересно, но мир-то здесь, как я понимаю, не маленький. Здесь такое, знаете, как это... Как будто при луне резко так странно стало. Блин, офигенно. Блин, ну они, конечно, разрабы вообще молодцы. Вы посмотрите, как они... Круто вот этот биом или что это, да, сделали. Блин, он тоже так как-то необычно, так таинственно выглядит. Вот так вот сделаю. Мне кажется, для заставки достаточно красиво вообще. Супер. Замечательно. О, алюминий как раз. Шикарно вообще. Что тут есть еще прикольного? Сейчас отсюда выйдем. Раз. Сразу лето такое. Сюда раз. Тут такое, знаете, как миры Тима Бертона. Да? Такие все какие-то странные. Луны, луны так светятся. Загадочно, таинственно. Как вот, типа, Рожде... Как это? Ночь перед Рождеством. Или... Кошмар перед Рождеством. Забыл, как этот мультик называется. Кукольный Тима Бертона. Очень похожая атмосфера такая. Прям. Ну, круто. Выглядит прям круто. Тут какие-то обломки. Что я могу с этими обломками сделать? Блин, ну, конечно, мне нравится, как это все здесь обыграно. Какая-то пассажирская капсула. О, здесь два этих, смотрите, чемодана. О, хорошо, чертеж. Замечательно. Тут куча алюминия. Куча алюминия. Это круто. Просто офигенно. Я не знаю. Мне прям дико доставляют вот эти все геологические биомы. Раз, и резко распогодилось. Нормально вообще. И музычка такая, типа, прекратилась. Там такие, типа, как вручную наставленные квадратные каньоны. А здесь такие уже более по-реальному выглядят. Так, чё, кислород кончается. Кислород восполняем. Сюда мы еще не забирались, да, так далеко. Тут вон какая-то странная штука непонятная. По-моему... По-моему, я раньше такую не видел, не знаю. В прологии не помню, чтобы я ее видел. Потому что здесь куча всяких разных обломков. Интересно, насколько большой мир, блин? Надо как-нибудь сделать супер-вылазку какую-нибудь. Давай, давай. Ага. Интересная конструкция, конечно. Прикольно, прикольно. И что тут? Тут не входы... О, чемодан. Супер. Семена. Класс. Так, что я могу выкинуть? Я могу попить воды. Иридий. Иридий. Семена. Беру. Еду. Ем. Беру. Остался Иридий, да? Вот, кремния можно выкинуть. Иридий можно забрать при этом. Хорошо. Что у нас здесь еще интересного ожидает? Блин, ну красиво, красиво. Ощущение, что как бы типа разработчики выжимали максимум из вот этого движка или из уровня графики, который здесь есть. Именно в плане панорамной красоты. Потому что вблизи ты кого подходишь? Это что был за звук? Как будто бы дверь открылась. Слышали? Странно. А. Непонятно. Вот, вот, вот был опять звук. Как будто дверь открылась. А. Я тут ничего такого. Он мне не дает сюда пройти. Здесь коллизия. Этот объект. Полностью, короче, блокирует. В пустом пространстве. Странно. Это не разбирается, да? О, вот сейчас все эти метеориты полетят, кажись. Ну, здесь так непонятно сделано. То есть. Нет, сюда, короче. Но звук там, двери какой-то есть. Короче, не знаю. Не знаю. Возможно, здесь типа когда может вода какая-то. Хотя нет, здесь это же наверху, да, где-то. Так, кислород. Два баллона у меня осталось. Я не знаю, смогу ли я вернуться потом. Ну, сейчас просто гору облечу вокруг. Благо, что джетпак не кончается. И когда ты летишь, у тебя типа кислород не кончается быстро, как во время бега. Это, конечно, прикольно. Это прикольно. Здесь на горе интересно что-то есть. Должно же быть здесь что-то интересное, нет? Нет, здесь ничего нету. Вот этот каньон странный. Который мы в прошлый раз... Еще в последней серии, по-моему, про лога мы провалились. Там, кстати, может быть что-то прикольное. Там должно быть что-то прикольное. Ага, вот, кажется, чемодан я вижу. Там гора, вот непонятно, можно ли туда дойти. Ну, давайте поисследуем этот каньон. У нас, в принципе, кислорода должно быть достаточно для этого. Здесь прям, конечно, куча ресурсов. Так, уран. Окей, опять куча семян. Алюминий мне нужен. Так, а что тут еще можно? Вон там я вижу какой-то проход. Там иридий я вижу. А, ну это вот опять, да, типа как пещера с иридием. О, ох, охуеть. Вы посмотрите, как это сделано просто, блин. Это, знаете, какая-то пещера Дартмола какая-то. Просто вот чисто ситхи здесь обитают. Такая страшная красная. Блядь, как же круто. Я не могу, каждая новая пещера просто меня в какой-то визуальный кайф доставляет. Как это, ребята, эти сделали? Я не могу. Блин. Просто, ну я не знаю, у меня даже слов нету, чтобы похвалить разрабов в очередной раз. Алюминий иридий. Так, короче, что-то у меня все, да. По сути, запас на исходе. Это капсула и еще последняя. Вот сейчас у меня остается. О, пещера еще. Давайте сюда заглянем. Ага, все, она замороженная. Она замороженная. Когда-то вон тает, написано. Тает при 100 тысячах нано-кельвинах. И тут тоже, смотрите, да, то есть какой-то биом включается. И вот опять такая, только уже фиолетовая такая прикольная атмосфера становится. Блин, круто, круто. Все, летим на базу, летим на базу. О, сундук еще один. Чертеж. Блин, ну, наверное, семена выложу. Семь от пуска какое-то. Коэффициент кислорода 400. У них еще у каждого свои какие-то крутости есть. 300, 200, вот 150. Давайте вот это выложим, этот возьмем, потому что он какой-то побаще. Я даже на это не обращал внимания, кстати. Надо бы теперь за этим следить. Потому что чем больше растение, тем лучше терраиндекс. Здесь какой-то сюда метеорит упал, так размазанно, как будто бы. Хорошо, хорошо. Все, летим. Такие кубики квадратные прям лежат ровные. Это что, это железо, да, здесь? Каньон этот. Я в него заходить уже, наверное, не буду. Облечу просто вот так вот по стороне. Я нашел алюминий, но я так и не нашел, получается, суперсплав. Нужно будет его потом уже именно надыбать. Заново сбегать. Ай, блять. Летим, летим. Блин, прикольно. Конечно, джетпак, это прям палочка-выручалочка в этой игре, потому что пространства большие. Никаких роверов здесь, как я понимаю, не предусмотрено. И это прям офигенно вообще для путешествий. Просто идеальное средство. Это, конечно, здесь придумано прям на уровне. Надеюсь, потом в обновлениях не пофиксят джетпак, в смысле, что оставят его, ну, таким бесконечным. Для того, чтобы летать можно было спокойно. Все, кислород пополняем. Изучаем вот эти технологии, которые нам дали. Микрочип скорость, но я его нашел. У меня он есть. Измельчитель какой-то. Ну, так у меня же вот какой-то измельчитель есть, нет? Или это перерабатывальщик? Так, давайте растения выложим. Растения выкладываем. Еду выкладываем. Это мы выкладываем. Давайте сделаем... Стержень. Сделаем стержень. Готово. Стержень выкладываем. Уран. Ага, все. Алюминий. И кобальт. У меня остался. Что я хотел сделать? Я хотел сделать... Коллектор атмосферы. Измельчитель. Взрочи подрошок. О, осмей. Так, а из этих всех экранов у меня, по-моему, все есть, да? Кроме картографирования. Кстати, у меня картографирования нету. Давайте попробуем карту сделать. А, мне для этого нужно же будет отправить ракету, да? В космос. В скваб-платформу, да. Окей, окей, окей. Я думаю, нужно еще буров просто наставить. Так. Что тут с железом? Где-то здесь было железо. Вот, железо. Мне нужно титаном теперь завестись. Короче, сейчас наставлю на все это буров. Пусть поднимает мне атмосферу. И все. И это будет просто замечательно, замечательно. Вот, вот железо где валяется, оказывается. Давайте сюда подлетаем. Здесь такое поле неплохое. Круто, что электричество, не надо никуда ничего не подсоединять. А оно, типа, просто дистанционно работает и ты не париться вообще. Это хорошо, это хорошо. Так, поставили. Что мне нужно? Два титана нужно. Идем и ищем титан. Где-то он здесь в округе валялся повсюду. Один нашли. Еще один нашли. У меня есть два железа. Ага, мне нужно, получается, еще железо подобрать. Сколько там алюминия надо? Два алюминия у меня. Раз, два, три. Еще на три. То есть мне нужно еще четыре железа и четыре титана. Железо один. Титан один. Железо два. Титан два. Титан три. Титан четыре. И железо... Так, это кремний. Железо три. И железка. Железка где железка? Вот она, железка валяется. Железка четыре. Все, супер. Еще три, получается, я смогу поставить. Ну вот теперь, короче, моя цель, чтобы вот этот мега индекс, он начинал, как бы, типа, быстрее начинал тикать. Потому что сейчас он, как бы, практически вообще не шевелится. Так, окей. Ставим бур здесь. Да, блять. Ага. И еще один. Еще один. Вот так вот сюда. Все. Сколько у меня теперь, что по статистике? Надо проверить. Надо проверить. Давайте смотрим. Так, биомасса 250 грамм. А, ну, получается, она не растет, потому что нужно этих распрыскивать литров больше. Да, вот давление полетело. Нет, растет. Вот, смотрите, по чуть-чуть совсем. Да, 0,15 грамм в секунду. Тепло полетело. И кислород у нас сейчас будет 1000. Окей, отлично. Что нам нужно сделать сейчас? Давайте попробуем построить пусковую платформу. А, задачка неплохая. Атака легкая. Три суперсплава, три титана, три железа. Вообще изич полнейший. Там, по-моему, только надо будет ракетный, наверное, какой-нибудь двигатель просто замутить. Но мы, короче, сейчас слетаем туда, суперсплав соберем. И три титана, три железа найти будет вообще не проблема. Я даже прямо сейчас это сделаю. Титан раз. Титан три. Железо сейчас по пути соберем. Так, это еще один титан утоплено. По-моему, вот в этом ящике оставалось железо. Я которое не подобрал. А, тут титан. Тут даже алюминий есть. Давайте все соберем на всякий случай. Вот железо как раз у нас тут появилось. Так, опять один титан. Когда надо, блин, железо вообще нигде не попадается. Это что такое? Как это называется? Смотрите. О, нашел. Нашел. И еще одно надо. Еще одно. Где? Вот оно. Все, теперь забираемся сюда наверх. Блин, это не сюда. Как наверх попасть? Опять через эту штуку подниматься. Получен чертеж. Экстрактор руды. О! Вот о чем я тогда в прологе-то, да? Хотел, чтобы у нас был, короче, какой-то добывальщик руды. О, здесь какой-то... О, супер сплав, кстати. Алюминий. Железо вот. Еда. Еду едим. Давай, 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 забирайся, блин, наверх. Мне нужен супер сплав. Блин, здесь какие-то тупики, оказывается, еще есть. Там вообще можно прям туда супер наверх подняться, что ли? Залетаем. Залетаем. Сейчас залетим тогда. Блин, тут темнота такая. Поднимаемся. Блин, нихрена не видно. Че так резко ночь-то наступила? Ай! О, вот, нашел супер сплав. Выкидываем, наверное, магний. Наверное, магний. Супер сплав. У меня два штуки теперь. Мне нужен... Еще один. А здесь что? Здесь какая-то пустыня начинается. Здесь уже никаких супер сплавов не наблюдается. Хорошо, ладно. Идем обратно в этот проход. Блин, просто тьма, глаза выкалывая. Нихера не видно. Вообще ужас какой-то. Здесь есть супер сплав? Вон там что-то блестит. Кажись, это оно и есть, да? Или это просто пыльца блестит? Оп-оп, давай-давай-давай. Нет, что-то лежит, смотрите. Что-то лежит. Это что такое? Это алюминий, да? Да, это алюминий. А на что его можно? Ну, магний давайте выкинем. Алюминий тоже точно будет более редкий. Вот супер сплав еще один лежит. Выкинем кремний. Все, теперь у нас есть титан. Ну, кобальт выкину. Алюминий соберу. Кислород? Нет, кислород надо заполнить. Еще один. Вот, как раз супер сплав. На всякий случай будет запасной. Еще алюминий. На что можно поменять? Да, в принципе, наверное, можно на титан поменять. Его так-то намного больше, чем... Чем... Железо даже того же. Все, теперь я могу построить пусковую платформу. А где я ее построю? Ну, давайте вот здесь где-нибудь впендюрим. Охренеть, она огромная. Жесть. Ну, наверное, лучше поближе к базе сделать. Вот. Вот на вот этой... Вот тут, короче. Да-да-да. Вот тут хорошее место, мне кажется. Так. Ну... Вот так. Ебать, сколько она потребляет? Почему она вырубилась? Сколько? Как понять? 55 киловатт в секунду оно отнимает. Охренеть. Вот ракеток. Создать. О, ракета для притяжения астероидов? Это типа, чтобы ресурсы, да, короче, типа, добывать? Ракета защитит магнитного поля, приманивает иридивые астероиды, дает глобальный бонус генерации давления. Защищая магнитное поле. Охренеть. Дает глобальный бонус генерации тепла. И GPS спутник-то один обеспечивает геолокацию на экране картографии. Я хочу вот такое. Ракетный двигатель, микрочип и два суперсплава. Прикольно. Только для этого мне, получается, нужно... Уран, да? Блин, а уран-то где искать? Слушайте. Урановый стержень. Ну, у меня не хватает, у меня не хватает. Я не помню. Уран, по-моему, только я находил во всяких чемоданах. На стержень мне точно не хватит. Вот раз, два, три, четыре. Зато иридиевых стержней дохрена. Так, ладно. Выход, короче, ставить тогда электростанцию, солнечную панель точнее. Ставим солнечную панель. Магний, кремний, кобальт и алюминий. Кремний. Кобальт ставим. Кремний берем. И нужен магний. Ну, магний здесь навалом. Потому что он очень редко где нужен. Поэтому магний добываем. Жалко, что на эти скалы нельзя будет поставить солнечные панели. Было бы, конечно, прикольно. Если бы вот так вот можно было раз сюда вот, например, пиндюрить. Вот так вот. Чик сюда наверх. Ну, придется ставить. Придется ставить вот здесь вот так вот. В сторону солнца типа. Что у меня вообще с энергией? Давайте посмотрим. Сколько там лишнее, сколько не лишнее. То, что потребляет. Недостаточно энергии. Ну, я понимаю. Так, потребляется 300, а производится 290. То есть еще одна солнечная панель. Да, нужна. Для этого мне нужен кобальт. Кобальт соберем, не проблема. Соберем, соберем. Ага, ага. Нужно, думаю, еще низкий уровень гидротации. Да ничего, потерпишь, пидавай. На две, надеюсь, мне хватит станции. Ой, станции, эти солнечные панельки. Так, берем одну. Ставим. Вот так вот. И железо, еще один кобальт нужен. Так, отлично. Это у нас не то. Вот титана, как обычно, до хрена. А железо, ни хрена. Где железо? Вот, нашел. Супер. И ставим третью запасную. На всякий случай, что если будем что-то достраивать, то у нас энергии должно хватить. На всякий, чтобы ничего не вырубалось. Все, отлично. Ракета у меня работает. Мне нужен ракетный двигатель и чип картографирования. Ракетный двигатель делается из радиостержень двух уранов. Так, это у меня есть радиостержень и два урана. Ракетный двигатель готов. Отлично. А чип картографии... Микрочип компас. Мне нужен магний. Нужен магний. Магний, пожалуйста. Вот магний. Готово. И по-моему там супер сплав нужен для ракеты. У меня он есть? Блядь, у меня его нету. Так, что там? А, так, мне нужен получается вот это, да? Чип компас. Угу, супер. А супер сплав делается... Кремний, алюминий, магний, кобальт и железо. А, кремний, кремний, алюминий, магний, кобальт. Вот магний, кобальт и железо. Мне не хватает кобальта и железа, да? Окей. Я думаю, здесь-то сейчас точно соберем кремний. Это кремний, мне не надо кремний. Вот кобальт. Вот железо. Еще какой-то чемодан. Блин, я его не видел до этого. Они как будто, знаете, просто появляются рандомно. Офигеть. Странно. Надо же. Ну ладно, ладно. Сделаем вид, что он здесь всегда был. Я его просто тупо не замечал. Мне реально кажется, что он просто банально появляется. В случайных местах, где я типа давно не был. Супер сплав. Готово. Давайте проверим, что там нам для ракеты надо. Я хочу картографическую ракету. Отлично. Отлично, отлично. Поднимаемся. Что тут нужно? GPS, спутник Т1. Еще один супер сплав нужен. Да вы издеваетесь. Так. Там, короче, нужен магний. Нужен титан. Нужен... Железо у меня есть. Кремний. Кремний надо. Кремний здесь повсюду валяется. Где кремний? Ёб твою мать. Он же повсюду валяется. Какого хуя? Давай, ёб моё. Где-де-де-де-де-де-де-де. Вот он. Ага. Так. Кремний, магний, алюминий, железо, титан. И что еще? Что-то же еще. Кобальт. Да. Кобальт. Из всех стандартных ресурсов делается супер сплав. Кстати, я какой-то биопластик тогда подбирал. Куда он делся вообще? Или они его выпилили пока на время? Я точно помню, что он у меня с сундука где-то лежал. Вряд ли я его куда-то выкинул или где-то оставил. Один я точно оставил чисто ради... Ну, типа на будущее в рюкзаке. И потом мне нужно будет еще сделать стол картографии. Так. Ракета. GPS-спутник. Ох, ебать. Вы посмотрите. Какая красота. Какая красота. Я даже, знаете, как сделал? Я, наверное, запущу. Чтобы на заставку ролика поставить. Офигенно. Офигенно. Красота. Все. Ракета улетела. Замечательно. Теперь нужно сделать экран картографии. И смотреть, что у нас тут вообще по местности. Надеюсь, там, где я буду ходить, мне будет показываться. Это у нас что? Это у нас вот это. Микрочип компас и кремний. Компас, кремний, магний, алюминий. Алюминий. Блядь, у меня алюминия нет. У меня нет алюминия. Мне нужен еще один алюминий. Дерьмо. Дерьмо. Это что здесь за чип? Чип добычи. Надо бы переработать. Ой, нет, не еда. Вот так вот. О, алюминий. Шикарно вообще. Слушайте, а прикольно, а прикольно здесь. Какая-то еда у меня выросла. Я такой садовод, агроном. Вообще нормально. Так, что? Что, 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 что? Микрочип компас. Отлично. И теперь просто тупо кремний. Кремний у меня есть. Ага. Экран картографирования. Мы его... А, это просто маленький, да, экранчик. Я его просто вот сюда поставлю. У меня будет супер стол такой. Давай, давай, давай. О! Шикарно! Офигеть! Ну, блин, это вся территория, которая, грубо говоря, мне известна. А я могу это как-то... Как-то вот перемещать. То есть, допустим, если я этот экран поставлю, еще в каком-то месте сделаю. Мне откроется тот кусок карты вот тут, например. Потому что так-то, в принципе, достаточно маленький масштаб, если честно. Но прикольно, прикольно. Мне нравится, что есть такая возможность. Что у нас осталось? Осталось. Такого можно сделать еще. Измельчитель. Ну, здесь что-то до хрена всякого дерьма. Коллектор атмосферы. Суперсплав. Давайте сделаем кровать. Вот. У меня что-то так много тканей. Я хочу сделать кровать. И железо. Где взять железо? Ну, давайте какой-нибудь добудем. Побыстрее ля. Ну, прям вообще супер-супер быстро. Сейчас добудем железку. Где-то же здесь рядышком она валялась. Да, вот это, наверное. Нет, это титан. Железо. Железо. Вот это, наверное, железо. Да, отлично. И делаем кровать. Мы сейчас на второй этаж поднимемся. Нашей базой там поставим кроватку. Интересно, они не могут быть лежать? Ночь пережидать, например. Да, ну-ка. Интересно. Поднимаемся. Вот. Здесь. Хочу кровать вот такую. С панорамным крутым видом. Доспальная кровать. Вот так вот. Лежишь. И типа прям смотришь в окно. Офигенно. Офигенно. Блин. Я бы хотел такой вид. Из окошка. Отлично. Супер. 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 Ну что ж, друзья. Наше время подошло к концу. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до самого конца. Не забывайте поставить лайк. Подписаться на мой канал. Нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Также подпишитесь на группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Желаю вам всего самого замечательного. С вами был Ракслер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok